МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Наталья Николаевна Гришина, директор Универсальной научной библиотеки имени Горького. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Добрый день. Для начала хотелось бы спросить, как у вас прошло лето в вашей библиотеке? Ведь все мы считаем, что лето – это такой достаточно тихий, можно даже сказать, мертвый сезон. У нас никогда не было лета мертвым сезоном, а в этом году тем более. Это год литературы. Поэтому в этом году, когда лето было не таким жарким, таким удобным для чтения, для встреч, мы много чего интересного сделали в библиотеке. Мы выезжали и продолжаем выезжать в районы области в рамках проекта «Регион 62. Территория чтения». В наших планах посетить все районы Рязанской области. И уже около 20 муниципальных образований мы посетили, наши сотрудники. Мы выезжаем с просветительскими беседами, с рассказами о новых и лучших книгах. Очень активно работала библиотечная молодежь для молодежи города Рязани и Рязанской области. В самом начале лета был проведен интереснейший для молодежи фестиваль рисованных историй, комиксов. И мы получили хорошие отзывы. В рамках летних месяцев проходил уникальный, единственный в своем роде проект, главный проект года литературы. Это фестиваль книги России на Красной площади. От Собора Василия Блаженного до Исторического музея. Вся Красная площадь, как вы помните, была отдана российским книгам. В этом фестивале на Красной площади приняло участие 300 издательств. Из 50 субъектов Российской Федерации 500 тысяч книг было раскуплено на этом фестивале. И наша библиотека совместно с издательством пресса, магазином «Барс» была одним из организаторов нашей региональной площадки. Мы вывезли на Красную площадь лучшие издания последних лет. Они пользовались удивительно хорошим спросом. Вообще сама атмосфера праздника на Красной площади свидетельствовала о том, что книги наши читатели, жители, граждане России любят, читают. Это была удивительная атмосфера большого праздника. Проходили у нас на площадках библиотеки детские праздники, детские мероприятия мы проводили в рамках имеющихся у нас возможностей сказочного домика для детей, который работает на площадке библиотеки. Поэтому я и сейчас приглашаю наших дорогих мам, бабушек, иногда испытывающих трудности, куда пристроить ребенка в летнее время, прийти к нам в библиотеку. Мы для них проводим мастер-классы, устраиваем логопедические праздники. Много всего интересного. Большим событием был День русского языка, Пушкинский день поэзии. В этот день все учреждения культуры региона готовили свои программы, и мы вместе с Рязанской областной филармонией в Кремле читали Пушкина, проводили викторины и праздники для наших замечательных читателей. Наталья Николаевна, я думаю, что сейчас многие зрители, когда послушали о том, какое количество всего интересного происходило, и если они не попали на эти праздники и фестивали, они сейчас очень об этом сожалеют, чтобы в будущем такого не было. Расскажите о том, что планируется. Ну, во-первых, чтобы быть в курсе событий, нужно, наверное, не только смотреть вашу программу замечательную, но и приходить в библиотеку, заходить на сайт нашей библиотеки, где мы своевременно и вовремя об этом всем интересном рассказываем. Впереди у нас очень много интересного. Конечно, все помнят и знают, что главным событием осенних месяцев, после замечательных праздников Победы, которые освещает весь год, после празднования 920-летия Рязани, в котором мы также принимали активное участие, мы выходим на подготовку к 120-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Поэтому в нашей библиотеке будет открываться, готовится большой экспозиционный проект, посвященный этому событию. В рамках сотрудничества с Рязанским государственным университетом мы примем участие в работе Международного научного симпозиума, посвященного юбилею Есенина. Одна из секций пройдет на площадке нашей библиотеки. Всю программу есенинских мероприятий мы размещаем на сайте. И можно об этом посмотреть. В начале июня мы открыли выставку «Солженицын в Швейцарии». К нам приезжала Наталья Дмитриевна Солженицына. И эта выставка продолжает работу. Я приглашаю тех, кто еще ее не посетил, прийти в библиотеку и с ней познакомиться. Мы откроем несколько творческих выставок. И еще у нас осенью в рамках подготовки к Есенинскому юбилею состоится большой, мы надеемся, очень интересный, книжный фестиваль. В этом году этот книжный фестиваль называется «Читающий мир». Мы предложим нашим жителям, и я активно всех приглашаю посетить библиотеку в эти дни, а фестиваль будет работать с 5 по 10 октября, приедут российские издатели, приедут издатели из соседних регионов. Мы предложим книги на языках народов России, переводы книг на языках народов России на русский язык. Мы хотим, чтобы этот фестиваль «Читающий мир» стал праздником дружбы, единения, продвижения культур народов, населяющих Россию, и прежде всего продвижения русской культуры и русского языка. Ну что ж, мы с нетерпением будем ждать всех этих событий, и всё-таки библиотека – это в первую очередь место, куда мы идём, чтобы познакомиться с какими-то книгами. Вот я вижу, вы подготовились к нашей встрече и принесли, насколько я понимаю, какие-то новинки. Ну, эти книги у нас есть в библиотеке, они есть и в книжных магазинах. Сейчас уже опубликован для голосования список в рамках проекта «Большой книги». Определяются лауреаты, читательские предпочтения. Среди них Алексей Варламов, замечательный автор с книгой «Мысленный волк». Я предлагаю познакомиться читателям с этой книгой. Он совершенно потрясающий автор, разносторонний. Многие знают его книги, носящие интереснейшее повествование об известных, популярных людях, исторических личностях. А это замечательный роман, затрагивающий 14-18 годы, начало 20-го столетия, прекрасно написанный, увлекательный и, я думаю, что понравится многим. «Зона затопления». Роман Сенчин предлагает историю, которую мы знаем из романа Распутина, «Прощание с матерой», но по-своему рассказывает о судьбах людей, о замечательных, сильных характерах. А вот книга Анны Матвеевой «Девять девяностых» – это сборник рассказов о сложных девяностых, непохожих, разных, для всех трудных, тяжелых. Как она, автор, видит эти годы, тоже может быть кому-то интересно. Спасибо большое, Наталья Николаевна, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо за этот увлекательный разговор. Я очень надеюсь, что мы с вами пробудили желание у наших зрителей и в библиотеку сходить, и взять в руки книгу и прочитать ее. Спасибо вам большое за интерес к библиотеке и книге. Спасибо. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова